Мы продолжаем чтение книги к истинному православию Игнатия Лапкина и следующая тема. Я перехожу в московскую патриархию. Первое. Что есть московская патриархия и ее происхождение? Кто создал ее с такой целью? Ответ. После лютых гонений эти же самые гонители, страшнейшие Нероны, Диоклетианы, Юлианы, чего ради вдруг решили ими же столько лет безжалостно уничтожаемую церковь легализовать? И если этими богоборцами была создана так называемая живая церковь, которую они благоволили, дабы через этих добровольных соглашателей и предателей уничтожить непокорившуюся им часть церкви, то куда вдруг исчезло все руководство, епископы, священники этой блудницы, сидящей на багряном звере? Суть обновленчества не в обрядах богослужений на русском языке, женатом епископате. Обновленчество – это животолюбие своего «я» до полного забвения заветов Христа, забвения того, что невозможно соединить служение Богу и миру. Обновленцы – явление не новое в истории церкви, но тогда, по правилам церковным, все стукачи, сексоты, все сотрудничавшие с врагами церкви, отлучались от причастия на 15-30 лет. Правило Святого Григория Неокисарийского, 262 год. Основанная в 1943 году Сталиным, Берием, Московская Патриархия, как «карманная» церковь для прославления богоборческого режима и тиранов, вобрала в себя не только весь опыт обновленчества, но и всех, в кавычках, принесших раскаяние, то есть перекрасившихся обновленцев, каким был и митрополит Сергий Строгородский, будущий первый сталинский патриарх. В Московской Патриархии и есть самая настоящая обновленческая организация, структура, но при прежних старых обрядах, при церковно-славянском языке. Нео-обновленческая неживая церковь. Рукоположения поставления в епископы стали производиться по указанию безбожной мирской власти, что все эти назначения делает недействительными. «Если какой епископ, мирских начальников употребив, через них получит епископу в церкви власть, да будет извержен и отлучен, и все сообщающиеся с ним». Апостольское правило 30. «Всякое избрание во епископа, или пресс-фитера, или диакона, делаемое мирскими начальниками, да будет недействительно по правилу, которое говорит. Если который епископ, мирских начальников употребив, через них получит епископскую в церкви власть, да будет извержен и отлучен, и все сообщающиеся с ним». Участие Московской Патриархии в экуменизме, в этой всей ереси, моления с еретиками, извергает творящих такое из сана и из церкви. Из 719 действующих правил соборов и святых отцов, регламентирующих жизнь церкви, «В Московской Патриархии сегодня 413 правил умышленно, повсеместно, ежедневно попираются, ставятся ни во что». 6-й Вселенский Собор, 1-е, 2-е правила. «Церковь превратили в проходной двор, в ларек по продаже треб. Требования к духовному уровню крестящихся, в кавычках, причащающихся, равны нулю. Мир и церковь неразличимы друг от друга. Эпитимии отсутствуют. Оглашенные езыдики не выполняются. Для входа в церковь не требуется совершенно ничего. Вошел-вышел. Любой с улицы церковное здание церкви считает своим. Ситуация совершенно бесконтрольная, мирская, публичная, в кавычках, церковь. Для того, чтобы стать членом секты, ислама, партии, что-то требуется сделать. Здесь же не нужно ничего, только было бы желание перешагнуть порог церковный или вызвать на дом батюшку. Были бы деньги. Сравни. Книга Деяний 5.13 Из посторонних же никто не смел приставать к ним, а народ прославлял их. Сегодня кто посторонний для МП? К кому пристать? Как? Поэтому слова «Я перехожу в московскую патриархию» не имеют смысла. Самая великая, роковая, смертельная ошибка – абсолютно неправильное вхождение в церковь. Нет научения длительного от трех до пяти лет оглашения. К церкви присоединяет Господь через личное уверование принятие Христа в свое сердце. «Чуждающихся собрания одной церкви не принимать и в другой церкви, принявший отлученных и сам добудет вне общения, как производящий замешательство в чине церковном». Антиохийский собор. Правило 2.341 год. «Любой приезжающий на новое место должен привозить с собой характеристику из церковной общины, откуда он прибыл. Даже нищие не имеют права поберушничать возле храма, пока церковь не выдаст им мирной грамоты, свидетельства того, что он действительно нуждается в помощи церкви». «Всем убогими вспоможения требующим определили мы по удостоверению в их бедности ходить с мирными, только церковными письмами, а не с представительными грамотами. Потому что представительные грамоты надлежит давать только лицам, находящимся под сомнением». Четвертый Вселенский собор, 11 правило, апостольское правило, 41 антиохийский собор, 25.7 «У священников собой всегда должна быть вставленная представительная грамота». «Освященному или причетнику не должно путешествовать и без правильной грамоты от епископа». Ладыкийский собор, 41 правило, апостольское 33.4 Вселенский собор, 13.11 Апостол, 12 правило, Карфагенский собор, 100.32.119 Шестой Вселенский собор, 17 правило, а также у всех клириков. «По каким признакам можно было бы назвать Московскую Петриархию сродной Первоапостольской Церкви?» Святые апостолы, войдя в любой нынешний храм при богослужении, не спросили бы, «А какой верой эти люди? Что тут происходит? Что творится?» «И никому дело нет, что входящие под своды ажурно сложенных кирпичей ничегошеньки не понимают в действии самвона и алтаря. Все во внешнем четырежды запечатанное живое Слово Бога Живого, театральность. Покажи хотя бы на один взгляд служение апостола Павла и воскликни душа, сравнив с сегодняшней молотилкой в храмах, захлебнувшись слезами. «Господи, да ведь здесь же нет ничего евангельского, тебя скрыли, разум сразили театральностью». Это же все без сравнения с евангельским служением, бездушная византийщина, нерушность, подражание пышности тех дворцов. «Это неохристианство, обрядоверчество, и переходить сюда никто невозможет, как нельзя переходить в магазин, в театр. Создано совершенно новая религия. Переход – это должно быть перерождение, коренное изменение. Как переходить можно туда, куда любой свободно входит и пользуется всем, что дается приступившему церковный порог? «Любому купи крещение, купи любую требу вопреки Писанию». Порог Неемия, 10 глава, с 28 по 39 стихи. Давайте прочитаем. И прочий народ, священники, левиты, привратники, певцы, нефинеи, и все, делившиеся от народов иноземных к закону Божию, жены их, сыновья их и дочери их, все, которые могли понимать, пристали к братьям своим, к почтеннейшим из них, и вступили в обязательство с клятвой и проклятием поступать по закону Божию, который дан рукой Моисея, раба Божия, и соблюдать и исполнять все заповеди Господа Бога нашего, и уставы его, и предписания его. И не отдавать дочерей своих иноземным народам, и их дочерей не брать за сыновей своих. И когда иноземные народы будут привозить товары, и все продажное в субботу, не брать у них в субботу и священный день, и в седьмой год оставлять долги всякого рода. И поставили мы себе в закон давать от себя по третий сикля в год на потребности для Дома Бога нашего, на хлебопредложения, на всегдашнее хлебное приношение, и на всегдашнее всесожжение, на субботы, на новомесячие, на праздники, на священные вещи и на жертвы за грех для очищения Израиля, и на все совершаемое в Доме Бога нашего. И бросили мы жребий о доставке дров, священники, левиты и народ, когда которому поколению нашему в назначенные времена и с года в год привозить их к Дому Бога нашего, чтобы они горели на жертвеннике Господа Бога нашего по написанному в законе. И обязались мы каждый год приносить в Дом Господень начатки земли нашей и начатки всяких плодов со всякого дерева, также приводить в Дом Бога нашего к священникам, служащим в Доме Бога нашего первенцев и сыновей своих, и скота нашего, как написано в законе, и первородное от крупного и мелкого скота нашего. И начатки из молотого хлеба нашего и приношений наших и плодов со всякого дерева, вина и масла мы будем доставлять священникам в кладовое при Доме Бога нашего и десятину из земли нашей левитам. Они, левиты, будут брать десятину во всех городах, где у нас земледелие. При левитах, когда они будут брать левитскую десятину, будет находиться священник, сын Аарона, чтобы левиты десятину из своих десятин отвозили в Дом Бога нашего, в комнаты, отделенные для кладовой. Потому что в эти комнаты, как сыны Израилевы, так и левиты, должны доставлять приносимое в дар – хлеб, вино и масло. Там священные сосуды и служащие священники, превратники и певцы. И мы не оставим Дома Бога нашего. Превратили Божий Дом Молитвы в вертеп разбойников. Цитата. «И вошел Иисус в Храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи, продающих голубей, и говорил им, написано, «Дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Иван Галет Матфея, 21 глава, 12-13 стих. «Прельща и убивая души разрешением грешить» по пророчеству Достоевского, братья Карамазовы, глава Великий Инквизитор. И идут люди не за Христом, а за Инквизиторами, которые ласкательствуют им и, позволяя грешить, продают индульгенции, таинства, все больше и больше, развращая народ, умащивая, в кавычках, благими намерениями их дорогу в ад. «Желание людей, уходящих в Московскую Патриархию, идти не путем истины, а путем греховных желаний и прихоти своего «я», обманывающих самих себя и тешащих себя пустыми надеждами, неподкрепленными верой. И попустительство церковных служителей греху – основное зло и одна из причин обмерщения Московской Патриархии. «Остановись, душа, остановись, душа, расспроси о путях древних, о пути добром, чтобы идти по нему и найти покой, дабы не отверг тебя Господь» Пророк Иеремия, 6 глава, 16-21 стихи. Для спасения знающих истину Бог установил жесткую иерархию подчиненности. Разрыв этой богоустановленной структуры смертельно опасен. Хотя вначале кажется, что отвергшийся отца свободен, волен делать, что хочет, бодриться. Но процесс разложения, гниения, гангрена, совести раздувает самость, кастрирует мысль в выборе направления. Подчиненность, неразрывность была запрограммирована. У Адама – Богу, у Евы – Адаму, у детей – родителям, у благоизбранного народа Божия, у евреев и еговия с его законом. В каждом из двенадцати колен Израиля сжатость в труде, земле, женихе. Все в рамках колена с именем родоначальника, Левия, Иосифа и т.д. У небесной иерархии все девять чинов действуют непереходимо, каждый в своем чине. Ангелы, серафимы, начало и т.д. «Везде запреты на выход из очередного круга жизни и деятельности под страхом смерти анафемы». Не очередного, а очерченного. Да, простите. «И везде запреты на выход из очерченного круга жизни и деятельности под страхом смерти анафемы». Исайя, 14 глава, Иезекииль, 28 глава. «Могло ли быть иначе в Новом Завете?» «Завещаем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас». 2 Фессалоникийцам 3.6 «Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно». 1 Коринфянам 12.8, 28 Фессианам 5.22, Колоссянам 3.20.22 «Неслучайно духовное родство возвышенного над Плотским». Евреям 12 глава 7 по 13 стихи. «Когда Плотской Отец наказывает сына, то у сына только один путь – покорность отцу и страх перед ним. Извращение жизни, строя порядка, когда наказанного сына, сбежавшего от отца, примет «усыновит» в кавычках сосед. «Правило соборов антиохийское второе имеет одну цель – соблюсти справедливость, непотворствуя дерзким и непоковыривым, привести их к послушанию». «Ну всё на сегодня». «Какие-то вопросы, может, есть? Осталось там половина. У нас отъезд послезавтра в утром, так что помолитесь, чтобы и погода была. Как вот ехать потеряет? Куда же я нет? Вместе целый. Как ехать? Почти всегда. Дождь, и приходится объезжать. 50 километров меньше не делать. Болимся. Ничего нет, значит, прощаемся. Мы воздаем, спасибо всем. Аллилуйя. Над Богом. Выставили, что в Митрополии газета, там журнал у нас, бать, выставила, а приезды к нам в Митрополию Косетии, там увидите, они сами фотографии делали. Всё. С Богом.